Ну, можно предложить целый ряд действий, шагов. Во-первых, главная наша забота сегодня тех, кто живет в нашей стране, сохранить целостность своей страны. Потому что, не дай бог, снова будут разрывы, расколы этой катастрофы. Потому что, если, не дай бог, надо же говорить, это страшно. Если какая-то страна превратится в отдельную область, в отдельный регион, или в 150 отдельных регионов, она никому не будет нужна. Она будет задавлена мировыми тенденциями, она будет играть третистепенную роль и так далее. Первый вопрос – сохранить целостность. Второй вопрос – все преобразования можно и нужно проводить в условиях мира, согласия, гражданского мира. Ну, а что нужно делать? Ну, я могу сказать, что нужно делать. Нам нужно готовить русский Нюрнберг, и нужно провести такой трибунал и такой суд, который даст правовую оценку советскому строю. То есть мы, в общем-то, знаем о сталинских, ленинских, брежневских преступлениях, советских преступлениях. Это известно. Но юридической оценки никто никогда не давал. Понимаете, у нас вот… Да, конечно, не все знаем. Но я, например, могу сказать, что в СССР было три искусственных голодомора. Что после войны вот у нас только отгремели там, отшумели литавры по поводу победы в Великой Отечественной войне. Да, но мало кто знает, что в 1946-1947 году Сталин организовал искусственный голодомор, в ходе которого умерло с голоду 2 миллиона человек. То есть после войны люди думали, что они будут жить уже, наконец, в нормальной стране, что распустят эти колхозы, КГБ, цензуру. Сталин нам показал, сейчас мы распустим. Так вот, об этом… Правда, есть одна книжка, я слежу за этой литературой. Есть один специалист, который написал, ведущий специалист Института Российской Истории, доктор исторических книг, который написал книгу «Голод в СССР» в 1946-1947 году. Но эта книга измена тиражом 300 экземпляров. То есть, с одной стороны, ну, в общем-то, есть информация. С другой стороны, информации не хватает. А третье, самое главное, ну, вот я знаю, что дальше. А я должен был, как все, праздновать победу. Слушайте, я хотел рассказать, что… Ну, вы подумайте, насколько это… Чья победа? Это победа народа или победа режима? Или победа власти над народом? Но сказать-то об этом я не мог, невозможно. Поэтому, повторяю, что нужно делать? Нужен русский Нюрнберг, нужен суд, процесс правовой, который даст оценку советскому режиму. Иначе мы все время повторяем. Иначе у нас то Сталин появляется, то Николай II, то, значит, Ленин в Мавзолее, то в Петропавловке русские цари. Это несочетаемо. Понимаете, Солженицын сказал, «Советский Союз соотносится с исторической Россией как убийца с убитым». Это фундаментальное утверждение, которое является основой мировидения, понимания своей страны. А у нас концепция единого учебника истории утверждает, что наша история непрерывна, что наша история едина. То есть нужен русский Нюрнберг. А дальше, после проведения русского Нюрнберга, нужно думать о том, как организовать свободные выборы в учредительное собрание, в настоящий орган власти, и продолжить российский путь. Причем российский путь, конечно, надо продолжать с учетом западного опыта, с учетом достижений Запада. Но Россия, это Россия, у нас своя история XII вековая, у нас свои достижения и свои поражения, которые нужно знать тоже, чтобы их не повторять. То есть вот что нужно делать. Нужен Нюрнберг, и нужны выборы вслед за этим учительное собрание в новое.